Добрый день! В эфире интернет-телевидение СБ «Твое сегодня». 7 мая в Беларуси отмечается День работников радио, телевидения и связи. В канун нашего фактически общего профессионального праздника гостем в студии нашего эфира стал министр связи и информатизации Республики Беларусь Сергей Петрович Попков. Здравствуйте, Сергей Петрович. Добрый день! В рейтинге Международного союза электросвязи прочел Беларусь в разделе информационно-коммуникационных технологий занимает 36 место среди 160 стран мира. Что такое вообще это? Информационно-коммуникационные технологии и по каким критериям нас оценивали? Почему такое довольно высокое место? Ну, надо вернуться, наверное, лет 10 назад, когда у нас была только телефонная связь. Тогда нас оценивали по плотности на 100 жителей, количество телефонных аппаратов. Вы помните, что были очереди. Да, да, только по великому блату можно было. Ну, бывало и такое. Я хочу отметить, что последнее десятилетие области телекоммуникации, так называемых, она трансформировалась. И сегодня надо отметить, что новая технология появляется не просто там раз, там три, четыре, там пять лет. Сменяемость технологий сегодня так где-то два-три года. И инфраструктурно-коммуникационные технологии это и телефония, это и телевидение, это и радиовещание цифровое сегодня, это интернет, это различные интернет-приложения, которые сегодня есть. Это широкий спектр, сегмент экономики нашей страны, которая в том числе позволяет экономике нашей страны прирастать посредством ИКТ-технологий. Ну, скажите, вот доля ИКТ у нас, я прочел, 3,3% в экономике страны. Насколько это много или мало? Каким цифрам нам следует стремиться в создании, вот сейчас модная фраза, постиндустриального общества? Ну, индастрия 4, так называемая. То, что рассматривалось в Даосе вот в 2015 году. Я хочу отметить, что сегодня, вот по итогам 2015 года у нас где-то на уровне 3,3-3,4, это еще считается долей ВВП сферы ИКТ. Значит, вот согласно принятой правительством целевой программе построения цифрового общества и инфраструктурного общества в нашей стране в 16-20-е годы, то есть вот в текущей пятилетке мы должны достигнуть 3,8-4% ВВП. Для сравнения скажу, что наши ближайшие соседи, такая мощная страна, как Российская Федерация, в них соизмеримые цифры такие же. И в общем мире это примерно порядок цифр одинаков. То есть мы идем вровень со временем и с развитием экономики. Друзья, у нас работает интерактивный чат, вы можете задавать гостю студию, министру свои вопросы и фактически участвовать в нашем разговоре. Сергей Петрович, вопрос статистического характера, вот сколько пользователей у нас в Беларуси интернетом, сколько пользователей сотовой связи, какой объем трафика потребляет Беларусь, ну, к примеру, ежесуточно? Ну, я отвечу таким образом, что вот если взять сотовую связь, то у нас сегодня в стране более 11,5 миллионов потребителей, активных пользователей сотовой связи. Но это надо понимать, что у некоторых наших граждан, абонентов сотовой связи, есть 2-3 симки, так скажем. Ну, а по проникновению, это 124%, это мы занимаем такие среднеевропейские показатели. То, что касается интернета, у нас мобильного и фиксированного широкополосного доступа в интернет, порядка 10 миллионов пользователей, но надо понимать, что фиксировано около 3 миллионов по виду деятельности, то есть операторов всех форм собственности, и около 7 миллионов это мобильный ШПД, так называемый. То есть один человек может быть нескольким пользователем? Да, он может быть и фиксированный. И с телефона, и с на работе, и дома. Где-то на работе, где-то там на природе, так скажем, а фиксированные это уже домашние приложения больше, так скажем. Есть ли вот данные по объему трафика, вот сколько там терабайт, гигабайт это в день? Ну, я хочу сказать, что это, если я возьму, у меня цифра отложилась, вот то, что у мире, то есть вот такой есть термин интернет вещей, это тоже мобильное приложение широкополосного доступа, но это примерно миллиарды, около 2 миллиардов будет сообщений, то есть интерактив где-то к концу 20-го года. А прирост, он даже сложно прогнозируется сегодня, потому что это такой, ну как это назвать, валообразующий такой прирост идет, и сегодня мы должны успевать по времени, чтобы наши технологии могли пропустить такие объемы трафика. Я хочу сказать, что вот, вот медцифры отложены в голове, после ввода в эксплуатацию ЛТЕ проекта, мы сегодня 4G, вот 150 базовых станций, вот в феврале качали где-то порядка 200 там было терабайт информации, то сегодня в сутки, то сегодня в Минске порядка тысячи терабайт. Это только мобильный, это мобильный ОШПД, так что сегодня новые приложения, мобильные, фиксированные и различные приложения, так скажем, интернет вещей, там безопасного города, умного города, они будут генерировать эти трафики, и они будут иметь такой серьезный рост. А вот подробнее, давайте вот интернет вещи, это интересно, об этом говорят, пишут, но я думаю не каждый из наших зрителей понимает все-таки, это речь идет о использовании интернет, точнее, как мобильных сим-карт, да, для каких-то иных устройств, нежели телефоны. Ну, интернет вещи, это обмен информацией между различными устройствами, минуя человека, так скажем. Вот одно из приложений, интернет вещей, это вот мобильные платежи. Вот я вот недавно смотрел передачу, вот в Швеции есть магазин без обслуживающего персонала, у тебя есть деньги на карточки сотового телефона, у тебя есть услуга, которая позволяет оплачивать платежи, считывая счета, который на мобильном телефоне. Ты пришел, выбрал товар, там есть RFID-метки, так называемые радиочастотные, сканирование, ты вышел с магазина, у тебя со счета считалось, и ты ушел, так скажем. Одно из приложений, это телеметрия на базе, так скажем, интернета вещей. Ну, то есть, приложение тут ума-палата, как говорится. Это вот, например, если человек ставит на охрану или на какие-то датчики свою дачу, да, и получает смс, это тоже интернет вещей. В том числе, это вот концепция умного дома, которая потом трансформируется в умную улицу, в умный город, то есть, различными приложениями, там, видеонаблюдение, там, общественной безопасности. Ну, то есть, можно говорить долго и перечислять все, что есть. Понятно, да. Оно переводится, так скажем, в интернет вещей. В интернет вещей, да. Сергей Петрович, недавно закончилась выставка ТИБА. Ее традиционно все посетители из СМИ сначала ругают, а потом признают, что там какие-то новые инновационные проекты были представлены. Вот скажите, что в этом году вам запомнилось, какие итоги вы бы могли подвести ТИБА, что там было интересного? Я хочу сказать, что вот перед тем, как мы открывали ТИБА, я в феврале месяца посещал выставку в Барселоне. И хочу отметить, все поставщики оборудования, технологии, услуг, которые работают на рынке Беларуси, они по нашей просьбе представили все последние разработки технологий и услуг, которые есть в мире. Это в основном, конечно, компании, такие как Huawei, ZTE, иные компании. И надо отметить, что новинками были, мы презентовали проект 4,5G, который, я думаю, что в 2017-2018 год в стране будет активно продвигаться. Мы представили, в основном концепция выставки была построена вокруг построения инновационного общества в нашей стране и развития информационных процессов в нашей стране. Потому что сегодня в стране созданы мощные сетевые ресурсы, большое количество сотовых телефонов, фиксированных телефонов, интернет-технологии развиты, первичные, вторичные сети, связи. Сегодня их надо грузить вопросами информатизации. Электронные услуги были широко представлены от различных ведомств нашего государства, то есть в министерстве. Там было на что посмотреть. И я, ну, понятно, что критику надо воспринимать. Потому что мы ушли от показа железа, если кто помнит, выставки там 10-15 лет назад. Мы показываем сегодня услуги. Технологии, да? Да, технологии, услуги. Те, которые нужны нашему обществу сегодня и будут нужны завтра. То есть мы формировали выставку завтрашнего дня на базе существующей сегодняшней технологии и перспективы развития. Сергей Петрович, День космонавтики президент посетил Центр космической связи наш, белорусский. Там он поставил задачу, вот процитирую, идти по пути интеграции в мировое информационное пространство и развитие национальной системы спутникового вещания. Вот поясните, что это за задача такая и как она будет исполняться? Ну, в январе, насколько помню, 15 января у нас успешно с Китайского космодрома стартовал наш первый коммерческий спутник. Он имеет мощность 1,5 гигабита скорость в секунду на 36, так называемых, прием-передатчиков. Ну, транспордер по международному, так скажем, названию. Это спутник связи, мы поясним, что это спутник связи. Да, это спутник связи. Потому что в Белоруссии есть еще и геодезические спутники. Да, в основном он, конечно, нацелен на расширение экспортного потенциала нашей страны и ряд транспордеров будет использоваться для нужд нашей страны. Естественно, у нас создан национальный оператор спутниковой связи. Он есть, существует. Он сегодня активно работает по продаже ресурсов спутника. И президент ставил задачу при успешной реализации, а мы, иного нам не дано, рассмотреть вопросы запуска второго и третьего спутника на новые орбиты, которые, так скажем, есть. Но перспективы развития у него серьезные. Минсвязи совместно с военпромом работает в этом направлении по коммертизации и продаже ресурсов спутника. Я, кстати, читал, что не только спутник, так сказать, может приносить деньги, но и вот этот центр космической связи, он может управлять несколькими спутниками. Да, он может управлять. И может зарабатывать. Да, да, конечно. Он может быть резервным центром управления для спутников иных государств. И Китай, я думаю, неспроста, так сказать, финансировал этот проект, рассчитывая, наверное, на европейскую точку управления, в том числе и своими спутниками. Ну, у нас, если помните, раньше с серьезными игроками на рынке космической связи и запуска спутников различного назначения было. Это СССР, сегодня Российская Федерация, это Соединенные Штаты Америки, Европейский Союз. Сегодня Китай серьезно догнал, он стал вровень со всеми. И при запуске нашего спутника были использованы новейшие технологии по созданию спутника и новейшие технологии самого старта запуска спутника. Он был выведен с максимальной точностью и было потрачено минимальное количество горючего на выводы на точную орбиту спутника. Так что надо отметить, Китай отметил успехи нашей страны в развитии высоких технологий, потому и, скорее всего, было принято решение, так сказать, запуске спутника и создание вместе с нашими китайскими коллегами. Сергей Ведорович, недавно была утверждена, называется правильно, государственная программа развития цифровой экономики и информационного общества до 2020 года. В чем суть этой программы, вот для наших зрителей поясните, что в нее заложено принципиально новое? Ну, вообще, цена этой программы вот в течение 2016-2020 года, это 12 триллионов рублей белорусских. Значит, надо отметить, что в конце 2015 года была утверждена стратегия развития информатизации в нашей стране на период 2016-2022 год. И эта программа, целевая программа, о которой вы сказали только что, это инструмент реализации этой стратегии. Сама программа состоит из трех частей. Это создание и дальнейшее развитие инженерной инфраструктуры, телекоммуникации. Второй вопрос, это цифровая трансформация, куда входит ряд основополагающих проектов для нашей страны, такие, как белорусская интегрированная сервисно-расчетная система, это портал открытых данных, это национальная система безумважной торговли, это безболезненное вхождение национального сегмента в евразийское, так скажем, инфраструкционное сообщество, значит, сети. Ну и третий, это так называемая цифровая экономика, это решение отраслевых задач информатизации, здравоохранения, образования, и всех ведомств нашей страны. Вот вы упомянули об электронном правительстве. Если я слышал такой мировой рейтинг электронных правительств, где первое место занимает Южная Корея много лет, и несколько лет назад, я читал, южнокорейские специалисты приезжали в Беларусь для того, чтобы первоначальную оценку наших шагов к электронному правительству сделать, и они были довольно высокие. Вот что сейчас делается в рамках развития проекта электронного правительства, и насколько разрабатываемые сейчас вот эти облачные технологии помогут реализовать это электронное правительство, и вообще на что-то изменят нашу жизнь, работу? Ну вообще, если взять последнюю оценку, эта оценка была 2014 года, по индексу готовности к электронному правительству, наша страна занимает 55-е место из 193 стран, которые оцениваются Международным союзом электросвязи при организации объединенных наций. Это первое. Вообще он состоит из трех частей так называемых. Это создание инженерной инфраструктуры, это готовность персонала, то есть нас, граждан, пользоваться этими услугами. И третий вопрос – это конкретно самые электронные условия. Вот если по первым двум мы находимся там в тридцатке, по готовности человеческого капитала, так правильно это называется, мы где-то там 18-20-е всегда, учитывая, что система образования высокая в нашей стране, так скажем. По электронным услугам мы пока 104-е, это наша беда и проблема. И вот стоит задача, вот электронные услуги в течение 2016-2017 года значительно поднять рейтинги вот именно этого субиндекса. Электронное правительство – это, ну чтобы мы не путали с цифровой экономикой, так скажем. Цифровая экономика – это всеоблемлющее влияние вопросов информатизации на все аспекты жизнедеятельности государства. Электронное правительство – это инструмент реализации этой программы, взаимодействия бизнеса с правительством, граждан с правительством. И тоже вот электронные услуги – это как одно из приложений, так сказать, реализации электронного правительства. Сегодня в стране создается, есть инструменты для реализации электронного правительства, вызовет процесс лично премьер-министр. Так что вот в рамках вот этой программы мы в том числе будем реализовывать весь функционал для работы электронного правительства в нашей стране. Про облачные технологии. Много говорят, пишут, говорят, что они минимизируют вот здесь компьютерные всякие затраты в каждом из предприятий и так далее. С другой стороны, какой-то американский опыт показывает, что это тоже несовершенные вещи. Расскажите, как это будет у нас и для чего? Вы знаете, сколько людей, столько мнений, так сказать. Особенно в сфере IT. Да. Надо отметить, что облачные технологии, они вошли в нашу жизнь. И не сегодня, и не вчера. Мы уже, национальный оператор Белтелеком работает на этом рынке уже где-то 4-5 лет. Сегодня мы, вот и вчера посещали, в первом квартале текущего года ввели в эксплуатацию мощнейший, один из мощнейших в Восточной Европе эспубликанский центр по обмену данных. Это дата-центр какой-то? Дата-центр построенный. Ну, я могу вот цифры привести. Вот потребление у него 7 мегаватт. Это примерно энергоснабжение крупного районного центра, так скажем. Ну, среднего районного центра, так назовем. А вообще, суть и назначение его – иммунизировать затраты и госорганов, и организаций на создание так называемых хранилищ и обработки информации, которая там хранится. Это мировой тренд. Это признается всеми. Он позволяет экономить ресурсы, так скажем, по управлению предприятием, по управлению государством, иммунизировать затраты на технику. Железо банальное. Да, железо банальное, так скажем. Ну, и это не просто будущее. Это настоящее, и без облачных технологий сегодня жить невозможно. Ими и обычные граждане же могут пользоваться, хранить свои фотоальбомы, там, какой-то личный. Насколько безопасно? Я хочу сказать, что центр этот сертифицирован по так называемому международному стандарту ТИР-3, который имеет наивысшую степень безотказной работы. И надо отметить, что, вот как, ну, простой язык переведем, вот сегодня малое предприятие, им не обязательно иметь своего бухгалтера, вот системы бухгалтерского учета, такие как там 1С или Галактика, то есть они могут быть в облачных технологиях, там специальный ресурс может выделяться для конкретного предприятия и обрабатываться уже. Кстати, компания МТС этим уже предлагала эти услуги еще два года назад. Сейчас идет дальнейшее развитие. И вот этот центр, который вот в первом квартале открылся, он покроет все запросы и государственных органов, и вообще нашего бизнес-сообщества на грядущие годы. Он в Минске, да, открылся? Ну, рядом с Минском, это стратегический объект, так сказать. Понятно. Сергей Петрович, интернет, вот в Беларуси тема такая интересная, вы уже начали говорить об этом, он действительно так разогнался, можно сказать, то есть вот вы упомянули, что 4G МТС предоставляет. Что дальше? 4,5, 5G, более скоростной доступ, больше бесплатного доступа точек Wi-Fi. Как вы видите вообще развитие интернета в Республике Беларусь в ближайшие 5-6 лет может быть? Ну, вот на моя точка зрения, это интернет и счастье и беда сегодня. Естественно, да, об этом даже журналисты говорят. Да, ну вот про счастье сначала начнем. Сегодня у нас созданы такие ресурсы, которые позволяют нашим пользователям, абонентам представить практически любую потребность в заявленных скоростях или в качестве представления услуг интернет, технологий. Ну, я бы выделил, у нас еще раз повторюсь, есть фиксированный интернет широполосно, есть мобильный. Цифры я называл порядка 10 миллионов. Сегодня операторы связи, которые имеют лицензии, это порядка 200 лицензий в стране выданы операторам на право представления услуг интернет-технологий. У нас открытый рынок в этом, либеральность уже 200-300 процентов, только работаете. Но надо отметить, ну, ряд операторов пошли по строительству так называемых оптических сетей, приложений, пом-технологий, ряд Азернет-приложений. Сегодня, когда оптика приходит в квартиру, а национальный оператор Белтелеком этим занимается, значит, мы можем гонять любые скорости по потребностям. И телевидение сразу появляется. Естественно, качественное телевидение, в том числе HD, и иные приложения Super HD, там Full HD, там чего только нет сейчас в мире сегодня. То, что касается мобильного интернета, то надо отметить, что у нас оператор, который, два оператора на стыке работают, основной это BeCloud, который построил сеть, а мобильный оператор МТС первый начал, ну, используя радиоресурсы BeCloud, так скажем, работать в мобильном интернете по технологии 4G, дальше 4,5G, я думаю, что в течение мая месяца и наши операторы, и Велком, и Лайф, они тоже присоединятся к этому проекту и будут поставлять услуги 4G для нашего, так скажем, сообщества, ну, и дальше развитие 4,5G. Иного сегодня не дано, просто-напросто. Может быть, интернет будет дешеветь, наверное, да? Ну, естественно, от приложения, от конкуренции, она же не увеличивает цены, так сказать. Когда начали отвечать на этот вопрос, сказали о хорошем, а теперь о плохом. О плохом это зомби, это наши дети, которые спецелез, четырех уже в компьютерах. Если мы дадим бесплатный Wi-Fi в каждом кафе, зомби будет больше, да? Ну, я хочу сказать, что в некоторых странах интернет-зависимость выводится как уже такое профзаболевание, так что нам тоже нужно работать в этом направлении. То, что касается Wi-Fi, о платности и бесплатности, я вам хочу так, вполне ответственно ответить, бесплатного Wi-Fi нигде нет. За Wi-Fi платит или оператор, привлекая абонентов, или платит собственник чего-то там, магазина, кафе. Или вы покупаете бизнес-центр и прочее всякое. Это дело как посчитать и посмотреть. Вот сегодня мы разрешили, вернее не мы, а СССР по радиочастотам использовать открытый Wi-Fi в транспортных средствах, так скажем. А теперь транспортная компания, те же грузоперевозчики, там такси, особенно на дальних перевозках, там областной центр, районный центр Минска сейчас, хорошие такси ездят, хорошие автомобили, но они могут использовать это все дело, чтобы человек там час, два, три чем-то развлекался. Вот в Москве в метрополитене бесплатный Wi-Fi, у нас пока не предвижится в Минске? Он Wi-Fi бесплатный для потребителя, но за него платит в метрополитене. Метрополитен, ну понятно, но нас как потребители интересуют все-таки. Мы готовы ресурсы туда подогнать, так сказать, вернее наши операторы. Это договорная работа операторов и нашего метрополитена. Там нет никакой, так скажем, технической проблемы, сложности. Вот сегодня сотовая связь присутствует в метрополитене, но ничто не мешает там работать этим ресурсом. Но надо понимать, что это еще есть вопросы безопасности и последнее событие в мире. Вы помните взрыв у нас в метро, который был в 2011 году. Тут есть вопросы безопасности, за ними надо смотреть. Ясно. Сергей Петрович, предлагаю много вопросов от наших зрителей поступило. Начать отвечать. Добрый день. Говорили много и писали о создании у нас мультипаспорта со всей электронной информацией о человеке. Когда это будет, спрашивает Вика из Минска. Будет ли такое, нужно ли такое? Ну, отвечу будет и расскажу, когда будет. Да, давайте. Значит, в рамках реализации этой государственной целевой программы 16-20 по строению цифровой экономики есть, наверное, один из самых главных, одно из самых главных мероприятий. Это реализация так называемого проекта БИСРС, белорусская интегрированная расчетная система, так скажем, которая будет включать в себя два аспекта. Это будет белорусский электронный паспорт с идентификацией нашего гражданина, так скажем. И сама расчетная система, куда там будет, войдут, транспарентно войдут и наша карточка социального страхования, там различные платежные инструменты, которые будут увязаны с ЕРИП, так называемым, единым платежным пространством, которое вот Национальный банк реализовал с 1 апреля полным объеме на работы текущего года. Так что сегодня имеют примерно вот такую вот карточку, у человека будет все. Все будет о нем. Даже медицинские может какие-то видеть. И медицинские. Вот сегодня вот электронный рецепт, они вот так как фрагмент вот этого, эти карточки, которые мы будем реализовывать в проект, он вольется потом в основополагающий проект. У вас это пропуск, я так понял. Это пока еще не электронный паспорт. Нет, я говорю о том, что вот так она будет выглядеть. Мы начинаем реализовывать этот проект. Я думаю, конец реализации будет в 18-й год. Финансирование на этот проект у нас открыто есть. Понятно. Почему нам в районе вопрос такой режут точки проводного радио, а приемников не выдают, а покупать их в деревне дорого, спрашивает Антонина Брониславовна из Гомельской области. Ну, хотелось бы знать населенный пункт Гомельской области. Я вам хочу отметить, что мы до конца 2014 года уже закончили проект модернизации, оптимизации проводного вещания. Это касалось районных центров и сельских населенных пунктов. Значит, и тогда было сделано ряд мероприятий, в том числе по продаже приемникам ФМ УКВ вещания. То есть цена их была, насколько я помню, где-то 150-160 тысяч белорусских рублей. Белцелеком, как национальный оператор и владелец техсетей еще проводного вещания, на все социальные объекты за счет собственных денег в виде спорнской помощи выделили больницы, приюты и прочее, школы. Приемники. Да, вот эти радиоприемники за свой счет. Граждане могли их закупать. Они были в почтовых отделениях. Их и есть сегодня не в продаже. Есть и не в продаже в сервисном центре Белцелекома, в сфере торговли. Но эта услуга ушла в мире давным-давно. Вот. Давайте сначала вопрос. То есть проводное радио это архаизм, да? То есть это дорого, я слышал. Очень дорого. Ну, проводное радио, мы последняя страна в мире, которая практически использовала вот это проводное вещание. Сегодня посредством радиотрансляции УКВФМ-диапазоне наш гражданин получает те же услуги. Тоже первый белорусский канал он слушает в этих диапазонах. А то, что раньше шло по так называемым столбам, если на простом нашем языке говорить, это были непомерные затраты. Убытки того же Белцелекома были, соизмерялись сотнями миллиардов рублей на эксплуатацию этой сети. У нас гражданин ничего не потерял. Средство доставки контента через радио поменялось. Между проводом по столбам это пришли, так сказать, новые технологии в виде радиодоступа. Ясно. Павел Студент спрашивает, что ждет такой сегмент, как IP-телефония и устанавливаемые на смартфоны мессенджеры, которые позволяют совершить почти бесплатные звонки в любую точку мира, где есть интернет. Операторы связи неоднократно высказывали свое желание как-то это все тарифицировать. Какую позицию занимает ваше министерство связи? Позиция – проблема во всем мире. Вот у нас посещал в рамках ТИБА выставки 16, Генеральный секретарь Международного союза электросвязи. Эти вопросы рассматриваются и на том уровне. Это самый высокий орган, который курирует развитие вообще мировой связи, так скажем. Надо отметить, что, ну, конечно, абоненту выгодно, когда бесплатно или чуть-чуть заплатить. Но надо понимать, когда вот эти мессенджеры или вот эти сервисы так называемые, они вымывают оборотный капитал, выручку, доходы, как считаете, из, так скажем, операторов, которые строят эти сети, интернет-сети, первичные сети, такие, как Белтелеком, национальный оператор, сотовые операторы. Но надо понимать, что когда основной доход у них идет от услуг, там, голоса, там, передачи данных, и они теряют эти доходы и не смогут реинвестировать деньги в дальнейшее развитие сетей, понятно, что и бесплатное пропадет, и платное пропадет. Потому сегодня и на уровне МСЭ, на уровне регионального содружества связи, это администрации связи бывшего Советского Союза, решаются вопросы, как к этому вопросу разрешить, чтобы и клиент, который уже, извиняюсь, приручен к бесплатному, и оператор связи не потерял свою доходность. В разных странах решают по-разному, даже в продвинутых странах, таких как Великобритания, там некоторые операторы просто-напросто устанавливают более высокие цены на трафики с высоким объемом пропуска трафика, так скажем. Ну, вот, тем не менее, вы сказали о золотой середине, которую нужно искать. Мы будем ее искать. Да, и вот здесь вопрос. Здравствуйте, звучала задача мобильным операторам снизить цены в роуминге между странами ЕАЭС. Может, хоть скинут в рамках союзного государства Россия-Беларусь стоимость просто атомная. Ну, действительно, по телефону дорого говорить там с Москвой и Минском. Ну, я бы так сказал, что связь в роуминге, она имеет два, две составляющих платежа. Платеж внутри страны и платеж, который зависит, мы должны встречному оператору заплатить валюте. Это вопрос доварных отношений операторов. Задача такая решается определенным порядком и в Европейском Союзе, и у нас в рамках ЕАЭС нашего сообщества. Она в стадии сегодня решений. Есть позиция, значит, определенных структур ЕАЭС, и мы сегодня вот активно работаем в этом направлении. Вот Душанбе 23-26 будет встреча глав администрации связи бывшего Советского Союза. То есть будем решать эти вопросы в том числе, но здесь надо не навредить и операторам, и абонентам. То есть мы будем искать здесь золотую среду. Да, вот может же МТС Беларусь, МТС Москва как-то договориться подешевле хотя бы, Россия Беларусь. Ну, здесь много такой юридической казуистики, я бы не стал в нее вдаваться. Я хочу сказать, что некоторые уже снижения в роуминге прошли. И они были ангажированы в том числе на интернет-ресурсах вот на нашем таком самом большом портале Тутбай. Об этом каждый оператор известил. Так что есть такое понятие лояльности абонента. Если абонент поймет, что его оператор, так скажем, ну, чуть-чуть грабит, он уйдет другому оператору, который имеет более лояльную финансовую подходы в решении вопроса. Здесь много аспектов. Мы их знаем и будем стремиться, так сказать, но к нулю мы никогда не придем. Про это можно забыть, как говорится. Нуля не будет. После перехода с аналогового вещания на цифровое, как изменился рынок телевещания, особенно в регионах? Нет ли проблем с невозможностью принять сигнал или подключить декодер, спрашивает Антон из Бреста. Ну так вкратце, если нужно. Ну вкратце хочу сказать, что переход на цифровое вещание мы выполняли в рамках международных обязательств нашей страны, так называемой, Женева-6. Мы начали этот вопрос решать, начиная с 2007 года и успешно выполнили свои обязательства до середины июня 2015 года. Что это дало? Раньше в одном телевизионном радиоресурсе мы гоняли один канал. Сегодня можно шесть, а при компрессии определенной там, ну есть различные технологии, до 12 каналов гонять. Качество значительно улучшилось. Но то, что касается качества приема, мы мониторим эту ситуацию. Если там есть конкретные вопросы по конкретной местности, пожалуйста. То есть можно к вам в министерство обращаться? Ну, министерство, это в основном компания Белцелеком этим занимается, белорусский радиопередающий телевизионный центр, служба поддержки, насколько я помню, 172, там короткий номер. Пожалуйста, обращайтесь. Если уж там операторы не решат, ну, администрация связи поправит. Ну вот у меня на даче выставил антенну, отлично, все идет цифровое. А в настоящее время, вот продолжая тему телевидения, у нас в Белоруссии нет телеканала, который вещает все-таки в HD-качестве, хотя об этом заявляли. Вот когда говоришь с телевизионщиками, они утверждают, что техническая база БТ и ОНТ к этому готовы, да, но картинку высокочетности передавать. В чем же, по-вашему, вот заминка? Ну, чуть-чуть не так. Расскажите, да, почему мы не видим в HD? То, что касается HD кабельного телевизора, Белцелеком или там иной оператор, который подает эту картинку, да, передатчиков, кабельного телевизора, так сказать, он среда передачи, он может подать любой сигнал, и HD, и Super HD, любой сигнал подать. Все зависит от того, так скажем, количества каналов, которые гоняются в этом качестве. Значит, то, что касается эфира, мы, когда выполняли у нас программу цифрового телевидения, использовали технологию так называемую 9Т, так скажем, которая, ну, не позволяет все наших 9 обязанных социальных каналов прогнать в HD-качестве. Вот сегодня мы будем решать эти вопросы, в том числе за ТРК, с нашими там ОМТ, СТВ, ну, там есть проблемы и в наших телевизионных. То есть студии не участвуют. И качество съемки. Да, но если камеры, насколько я владею информацией, они могут снимать в HD, но сама передача, скачивание с камеры потом в структуру передачи, в оборудование, там тоже есть проблемы. У нас одна пока компания МИР гоняет в HD-качество. Но если принципиально Белтелерадиокомпания начнет делать продукт в HD, то следующий шаг за вами, и вы его сможете реализовать. Я хочу сказать, что в стране порядка 3,8 миллионов пользователей, которые смотрят телевидение. Домохозяйств примерно столько же в стране нашей. Из них 95% смотрят в режиме кабельного телевидения, остальные 5% – это эфирное телевидение. Эфирное телевидение, оно с каждым годом будет все больше умирать, потому что пришло на смену интернет-телевидение, ОТТ-телевидение, смарт-новый проект телевидения пришел. И он, эфир останется у нас, дача там, неперспективная деревня, куда уже операторы и с оптикой ни с чем не придут, кабельный оператор. Но я думаю, оно медленно будет умирать, мы будем к этому делу подходить. Вы это говорите к тому, что HD проще по волокну, по кабелям, по оптике давать? Ну, потому что надо понимать, что, ну, задача стоит просчитать бизнес-план. Вот нужно сегодня с тенденцией ухода телевидения в кабель и в интернет тратить деньги для того, чтобы гонять важные качества в эфире, так скажем. Вот мы это посчитаем и будем принимать решение. Потому что вот я вот вижу на сегодняшний день, что, ну, ради 5% затратить там серьезные деньги, ну, наверное, было бы и неправильно. Ну, посчитаем, если это будет измеримо. По кабелю можно HD-качество? Не вопрос. По кабелю не проблема. А сегодня IP-телевидение сплошное. Возьмите проект зала Белтелекома или IP-TV. Ну, хочется же наши каналы смотреть в HD, так сказать, белорусские. Ну, так это же уже не проблема оператору связи. Ясно. Мне кажется, вы и так довольно массово проводите. Ну, я вам хочу сказать, что сегодня у нас в стране 4,5 миллиона фиксированных телефонов. Городских так, и сельских так назовем. Из них уже на конец года у нас миллионы абонентов на конец 2016 года будут иметь оптические входы в квартиру. Сегодня это порядка 600 тысяч на сегодняшний день. И надо отметить, что у нас поставлена задача до конца 2020 года в стране вся многоэтажная застройка и новое жилье будут с оптикой квартиру. То, что касается конкретно Минска, есть план обустройства. Все сразу не охватишь. Ну, я думаю, что Минск уже полностью будет закрыт в 2018 году. Иногда приходится по делам бывать в Белоруссии, но купить белорусскую сумку, не привязанную к паспорту, симку. Господи, симку, не привязанную к паспорту. Я подумал, что же про сумку-то нельзя. А мне не нужен постоянный белорусский номер. Мне нужна симка, которая бы тарифицировалась так, чтобы мне хватило на 3-4 дня, а потом бы я выброшил, забуду. Почему у вас нет таких симок, очень удобных для приезжих, туристов и командировочных? Пишет друг из Москвы. Не знаю, ваши ли компетенции на этот вопрос, или это операторов вопрос. Ну, это вопрос оператора и вопрос безопасности. Что такое купить симку без паспорта? Это, так скажем, вопрос безопасности. С этой симки можно позвонить куда хочешь, в школу, извиняюсь, виртуально взорвать. Еще что-нибудь, потому что везде идет идентификация первичных данных абонентов в любой стране. Я не знаю такой страны, которая продает симки без паспорта, без личных данных гражданин. Ясно. Когда появится первый белорусский смартфон, планшет, ведь был такой с нами, но о нем ни слуху, ни духу. И Горизонт пытался делать планшет, но до финальной версии так и не дошло. Есть ли смысл? Ну да, я согласен. Когда уже весь мир изобрел мотоциклы делать велосипедных. Сегодня это делают китайские. В основном вся сборочная, так скажем, ИКТ-продукция собирается в Китае. Даже европейские такие гранды, как Алкотель, Сименс, Нокия. Ну и Эппл весь в Китае. Они стали софтовыми компаниями. Производить сегодня, надо производить миллионы, десятки миллионов продавать. Этот проект будет нерентабельный для нашей страны. Вот кто-то и написал, не надо, мы умеем такие вещи, мы не умеем такие вещи делать. А когда уже будет готова электронная поликлиника? Вот такой вопрос, действительно, который много обсуждался в свое время. Я за коллегу Василия Ивановича Жарко отвечу, так сказать. Значит, электронная очередь, электронная регистратура уже действует. Ну, не повсеместно, но много где в стране есть. Вот последний проект, электронный рецепт. И в рамках вот этой государственной целевой программы построения цифровой экономики, один из аспектов, так скажем, реализации цифровой экономики, вот реализация полного, так скажем, охвата поликлиники электронными услугами, так скажем. Ну, это не только электронная очередь, наверное, а электронная карта и так далее. Ну, естественно, все. Что за дата-центр в Белоруссии открыли, но вы уже об этом рассказали, да, то есть что под Минском. Сергей Петрович, последний вопрос. У нас все больше говорят, вот вы тоже эту тему затронули об умных домах, умных улицах, умных городах. Насколько актуальна вот эта тема в развитии в Белоруссии, ну, вот этого направления? Какой вообще, на ваш взгляд, вот будет у нас информатизация нашего общества через лет, там, 40-50? Ну, это, наверное, как вы сказали, каждые два года происходит что-то инновационное. Ну, а вы давайте попробуем вот сразу на 50. Вы даже привстали после того, 50-ти лет, как я услышал. Ну, дай бог, ты живешь. Значит, в Даусе, когда рассматривались концепции Индастри-4, очень серьезно рассматривались вопросы, а что ж такое полная автоматизация? А куда деть людей? Если производство будет, так скажем, без людей. Да, роботы. А будут роботы, так скажем. Вот для нас когда-то было фантастикой, тоже телевидение, вот для моего поколения. Потом пришел интернет, пришел, мы боялись эти кнопки нажимать, там, сотовые телефоны и прочее. То надо понимать, вот на сегодняшний день мы уже, даже в коммерческой эксплуатации, с 18 апреля Белцелеком открыл услугу реализации, первый этап реализации «Умного дома». Там есть набор датчиков, там, я забыл, как он называется, точно, так скажем, это тарифное приложение. Но на сегодняшний день уже и активно пошли продажи у Белцелекома. Там датчики на движение, датчики на открытие, там датчики пожарные, там, прочее. Ну, то есть, по выбору клиента, так скажем. И вот потом начинаем формировать. Вот умные домофоны открытия, так скажем, чтобы все это было в одном, так скажем. Ну, вот человек уехал, молодая семья, ребенок один, там, вот, надо посмотреть, чем он занимается, так скажем. Включил он телевизор, ты можешь удаленно, так скажем, резетку отключить, умную резетку, то есть, обесточить. И ребенок будет уже книжки читать, там, не в компьютере сидеть, где-то, что там. Видит, чем ребенок занимается. Надежность, видно, что, по крайней мере, в квартиру кто-то там пытается что-то сделать, там. Вопросы затопления, датчики, там, ну, их приложений достаточно много. А дальше мы переходим уже к умной улице, то есть, это системы видеонаблюдения, это системы общественной безопасности, то есть. И потом, накладывая сюда систему институтальной транспортной среды, так называемой, это движение грузопотоков, автомобильное движение, там, общественного транспорта, и тому подобное, все это выливается, так называемый умный город, все умное. Вот первый этап мы начали, вот, национальный оператор Белцелеком начал реализацию проекта «Умный дом». Сегодня серьезно рассматривается Мингородсполкомом решение вопроса, так называемой, институтальной транспортной среды. И я думаю, что, там, 16-17 год реализация этого проекта начнется. У нас система видеонаблюдения сегодня присутствует, ну, немножко не разобщены, но они полностью контролируют особые, так скажем, участки наших улиц, где помогают формировать и транспортные потоки, там, и видеть, там, вообще состояние, там, общественной безопасности. Это все, вот, умный город. И это все сливается, вот, так называемый интернет вещей. Вот эти миллиарды, так скажем, сообщений, которые будут ходить, а с каждым годом это, может, и в десятки миллиардов превратиться, в зависимости от... Да, называется интернет вещей. Да, это все, вот, концепция интернета вещей. И иного не дано. Мы в тренде, как говорится, новомодное слово, мы там держим руку на пульсе, и наша страна не отстанет от движения вот этих вопросов. Но будущее вас немножко пугает с точки зрения того, что все могут остаться безработными, когда всем будут роботы управлять. Ну, роботы надо кому-то создавать. Да, я шучу, конечно. Программное обеспечение кому-то надо писать, надо кушать, есть. И в первую очередь вашим вот коллегам, вашим сотрудникам. Поэтому с наступающим вас праздником. Спасибо, что пришли в эфир. Всем вашим сотрудникам всего самого лучшего, вашим семьям, родным, близким. Вот нас окутывайте правильной, хорошей связью. Спасибо, и вас тоже. Вы наши коллеги, так что-то... Спасибо большое. Успехов. Друзья, у нас в кону Дня работников радио, телевидения и связи. Гостем нашей студии был министр связи и информатизации Республики Беларусь Сергей Петрович Попков. До свидания. Всего самого наилучшего и до связи на нашем телеканале интернет-телевидение СБ. До свидания.